Даниэль, что это за звуки? Я слышал, тут водятся волки. О, это хорошо. Значит, мы уже близко. Мы что, сегодня будем снимать волка? Ты почти угадал. Чешский волчак – это смесь немецкой овчарки и карпатского волка, выведенная в 1955 году Каролом Хартлом. Эта порода вобрала в себя верность пса и инстинкты волка. Изначально владели чешскими волчьими собаками только спецслужбы. Собаки хорошо поддавались дрессировке и подходили для работы на границе. А в 70-х годах чехословацкие волчаки стали известны остальному миру. Уже с рождения щенки обладали крепкой мускулатурой и хорошо развитыми зубами. Волчаки продемонстрировали отличный иммунитет в самых тяжелых условиях климата. Инстинкты этой собаки развиты на уровне волка, поэтому порода является универсальной. Чешская волчья собака требует повышенного внимания и тренировки. Конечно, это не означает, что вы не сможете проводить с ней весело время. Но стоит серьезно отнестись к воспитанию волчака. И если у вас получится, вы вырастите напарника, который не даст хозяина в обиду даже ценой своей жизни. Ведь без хозяина волчак очень страдает и пытается следовать за ним везде. Чехословацкий волчак – это верный друг и надежный защитник. Как и откуда появились у вас эти замечательные собаки? С детства люблю волков, все, что с ними связано. Особенно после прочтения книги Молота, всем известной «Не кричите волки». Хотела себе завести собаку, максимально приближенную к волчьему типу. И набрала в поисковике лайка волчьего окраса. И Яндекс мне выдал эту породу. И все. Приобретали вы в России? Ну, не всех. Инга – это пани из Польши, а Рим – из Москвы. В России, кроме Москвы, еще есть питомники? Конечно. Есть несколько питомников. Такой известный есть Малаховский волкодав, питомник, который серьезно занимается этой породой. Ряд других. Ну, то есть сейчас это не проблема. Как реагируют люди, увидев таких собак, очень похожих на волков? Стандартно. Волк? Нет. Похож на волка. Или второй вопрос. Начинают, особенно это мужчин касается, рассказывать про свои приключения, связанные с охотой на волков, что мы не любим. Не боятся? Нет, нет. Вообще, как бы, вызывают только положительные эмоции. Давайте мы их сейчас отпустим, пускай они бегают. Давайте. Дальше пообщаемся. Беги. Проглядывается ли в характере этих собак волчий нрав? Безусловно, потому что тысячи лет человек выбивал эту кровь из собаки, пытаясь сделать ее удобной, послушной, контактной. И тут эту кровь долили. И она, конечно, дает о себе знать. Это масса таких черт, которые присущи, например, только волку. Эти собаки прекрасно лазают по деревьям. Для них не преграда двухметровые заборы. Они воют, как волки, не только на луну, но и от тоски, когда уходит хозяин. Поэтому это проблема в содержании. Вот. Ну, масса черт. Но негативно это не проявляется в плане хищных повадок, каких-то агрессий. Дело все в том, что вся сложность этой породы, я бы сказала, в социализации. Весь негатив, который может проявиться в этой собаке, это целиком вина хозяина. И человек, прежде чем решит завести эту собаку, должен отдавать себе отчет, сможет ли он ее грамотно воспитать. Это потратить буквально год, объяснить щенку, что такое улица, что такое человек, что такое машина. И в таком случае собака, вот видите, совершенно адекватна. Она ничего не боится. Она, вы видите, совершенно не агрессивна. А в плане обучения с ними несложно? Сложновато. Да, тут есть своя специфика. И я бы сравнила бы этих собак по слушанию, наверное, с кавказскими овчарками. К чему расположен представитель данной породы? Вот кто это? Компаньон, охранник. Для чего он подойдет? Ну, изначально порода была выведена в Чехословакии. Цель ее выведения была следовая собака, то есть ищейка. Нюх у этих собак, как у волка, острее, чем у собаки в 40 раз. И, собственно, это ее предназначение. Но это единственный случай гибридизации волка и собаки, когда работало мирное население. В отличие, например, от наших пермских волкособов. И поэтому этот опыт такой удачный. И порода в Европе достаточно популярна, получила распространение. И на данный момент я больше сказала, что это друг. Ну, а друг для чего нужен друг? Для этого нужна эта собака. Наверняка этой собаке не подходит содержание в замкнутом пространстве. Как правильно содержать? В каких условиях? Да, вы правы совершенно. Очень многие ведутся на экстравагантную внешность, комнатный волк. А это собака, которая требует пространств, усиленных физических нагрузок, прогулок минимум трехчасовых в день. И если ее всего это лишить, то, собственно, прощай жилье. Вот, поэтому для этой собаки необходимы, ну, лучше всего, конечно, частный дом, но при этом исключено вольерное содержание. Она все время должна быть в контакте с человеком. А если закрыть ее, не общаться, то, собственно, вы и получите волка. Чтобы вымещать энергию, чем еще можно заниматься? Ну, эта собака, прежде всего, подходит для человека активного, у которого есть возможность дать ей усиленную нагрузку. Возможно, это велосипедные длительные прогулки. Собаки прекрасно к этому адаптированы. И в Европе даже существует тест на 40 километров, где их испытывают на выносливость. Некоторые используют их в санном спорте, то есть в упряжке запрягают, но это редкие случаи. А в основном это, конечно, загородные прогулки в качестве компаньона. Многие очень используют, ну, проводят курсы дрессировки ОКД, ЗКС, этим занимают собак. А вообще они такие ребята очень умные, всегда найдут чем заняться, если им не предоставить поле деятельности. Как представители этой породы реагируют на других животных? И возможно ли совместное содержание? Прекрасно реагируют, но только на тех животных, которые проживают вместе с ними. У нас дома вот есть кошка, вот, все это спокойно уживается. Все, что в пределах одной семьи, это члены их стаи, к которой они трепетно и нежно относятся с большой любовью. Ну, а на улице все это требует контроля. Насчет стаи. Пытаются ли они изначально конфликтовать с человеком, кто будет вожаком? Такие моменты могут возникнуть, если человек с самого начала пытается стать вожаком, как бы, да, то собака будет периодически проверять его, вожак ли ты. А если ты стал для него другом, небом, жизнью, то таких вопросов не возникнет. Это самый преданный друг, которого только можно себе представить. И даже одним из признаков этой породы, недостатком считается преданность, потому что они нереально скучают за своим хозяином. Я слышал, что цена за волчака не из дешевых. За сколько можно приобрести такого вот красавца? Ну, сейчас любая собака хорошая стоит, как бы, немало, да, особенно в последнее время. Ну, в среднем у нас в стране цена на щенка колеблется от 40 до 70 тысяч рублей. В Европе это тысяча рублей, ну, в Италии до двух с половиной. Евро. До двух с половиной. У нас можно вот от 40 до 70, в зависимости от качества щенка. Спасибо, Наталья, за интересную беседу. Человек приручил собаку более 25 тысяч лет назад. Основой этому послужило человеческое терпение. А основа дрессировки – выдержка. Хотя многие думают, что это бесполезная трата времени. Но если у собаки нет выдержки, можно считать, что дрессировкой вы не занимались. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о выдержке. Что такое выдержка? Это когда собака оставляется в каком-то положении, либо сидячем, лежачем, стоячем. И хозяин может спокойно от нее отойти, зная, что она никуда не уйдет с места. Как правило, выдержка применяется как в спортивных нормативах, будь то ОКД, либо какие-то другие международные нормы, так и в обычной жизни. То есть мы можем отправить собаку на место, когда к нам пришли гости, и она там будет спокойно лежать или сидеть. Либо когда мы отходим в магазин, можно привязать собаку и точно так же ее оставить. Либо при каких-то других обстоятельствах. Как этому учиться? Берем точно так же собаку, берем какое-то лакомство, будь это сухой корм, либо любое другое натуральное лакомство, которым вы балуете своего питомца. Начинать можно с любой из команд. Либо сидячая, либо лежачая. Для собаки она проще, потом постепенно просто нужно будет задачу усложнять. Берем собаку, просим ее для начала, допустим, сесть. Сидеть. Молодец. За это хвалим. Говорим ей сидеть. Обязательно нужно повторить команду и делаем шаг назад. Сидеть. Собачка должна остаться. За это мы возвращаемся и тут же ее хвалим. Если вдруг собака сорвалась за нами, допустим, мы отходим и она либо садится, либо ложится, мы говорим нет. Возвращаем на место. Сидеть. Молодец. И за это хвалим. Также повторяем еще раз команду. Сидеть. Нет. Сидеть. Хорошо. И делаем шаг назад. Подождали пару секунд. Можно подойти. Хорошо. Молодец. Обязательно за это активно хвалим собачку. Можно более бодро также после этого с ней поиграть, чтобы собака понимала, что как только она выполнит правильно команду, к ней придут, да и похвалят, ей будет весело, ей будет классно. И вообще это не так уж и скучно, как может показаться со стороны. Также можно постепенно увеличивать расстояние. Точно так же сидеть. И отходите от собаки дальше. Молодец. Умница. Да. Хорошо. То же самое с командой лежать. Лежать. Предлагаем собачке лечь. Хвалим за это. Перед отходом лежать. Отошли. Вернулись, похвалили. Да, молодец. Хорошо. Ну и постепенно увеличиваем как расстояние, так и время выдержки. То есть можно, допустим, положить собаку, если это частный двор, то во дворе и зайти, допустим, на некоторое время в дом. Чем более разнообразное будет задание у собаки, тем лучше она научится эту команду выполнять. И будет более стабильно ее отрабатывать. В мире насчитывается около 400 пород собак. И среди этого многообразия непременно найдется ваша собака. И не обязательно она будет принадлежать какой-нибудь породе. Возможно, своего четвероногого товарища вы найдете в приюте лучший друг. Это Яша. Яша даже не ставропольская собака. Он приехал из Невинномыска. Он там попал в беду. В него стреляли. И стреляли не просто даже из пневматики. У него полное бедро дроби. Лапа была сильно сломана. Он, конечно, не мог на ней ходить. Операцию пришлось сделать достаточно серьезную, дорогую. Ему укоротили кость около двух сантиметров. Но с тех пор прошел уже год. Яша пока не обрел семью. И за это время он прекрасно поправился. Он разработал нужные мышцы. Расходил связки. Теперь нет даже хромоты. На самом деле совершенно нет никакой разницы, была у него травма или нет. Он прекрасно бегает и прекрасно живет без всяких ограничений. Яша будет отличной собакой для двора. Он может работать звоночком. Он будет дружить с вашими детьми. И никого чужого во двор не пустит. Заберите его домой. Яша ждет ваших добрых рук. Если хотите забрать его, обращайтесь по номеру, указанному на экране, или через официальную группу приюта ВКонтакте. Экзуперив произведение «Маленький принц» написал всем нам хорошо знакомые слова. Мы в ответе за тех, кого приручили. И раз уж люди приручили собак, то отвечать за них нужно нам. Всем вместе. Даниэль, подожди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова